Ежегодно в последний день зимы во всем мире поднимают вопросы борьбы с тяжелыми заболеваниями, так как зачастую больные сталкиваются с целым рядом проблем. Это неправильный или запоздалый диагноз, отсутствие качественной информации или медицинской помощи. Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Около 80% из них передаются по наследству. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Задержка моторного развития. Они поздно начинают держать головку, сидеть, ходить. Затем в последующем у них задержка психоречивого развития. То есть эти дети, это дети отстают в умственном развитии. Все эти дети получают лекарственные препараты необходимые для того, чтобы стабилизировать показатели и иметь возможность вообще нормально развиваться. При своевременном начале лечения у детей есть шанс нормально развиваться, спокойно адаптироваться в обществе, жить. И при этом никто может и не замечать, что у них есть такие проблемы. Мировое сообщество экспертов призывает людей обратить внимание на финансовую сторону вопроса, так как каждый больной нуждается в дорогостоящем лечении и уходе. Так, в 2015 году правительство России направило на обеспечение больных лекарственными препаратами 12 миллиардов рублей. Из них Оренбургская область получила свыше 260 миллионов. Сбором средств с больными редкими заболеваниями занимаются и многочисленные благотворительные фонды и общественные организации. Да, такой опыт был. Но, к сожалению, сейчас в связи с финансовыми трудностями в плане кризиса и бесконечным скачком валюты мы, к сожалению, сейчас не принимаем таких деток, которым нужно дорогостоящее лечение за рубежом. Потому что сумма может меняться очень сильно, увеличиваться и в полтора, и в два раза. И, конечно, собирать огромные деньги сейчас очень тяжело. На данный момент у нас есть малыш, которому вы тоже можете помочь. Это Сидоров Тимофей. Малышу 2 года. У него диагноз ДЦП – задержка психоречивого развития. И, как часто, таким деткам очень важно проходить реабилитацию. То есть порядка 3-4 раза в год. Вся необходимая информация у нас есть на сайте фонда «Наши дети 56.ру». То есть там информация именно о Тимофее. Также вы можете перечислить пожертвования через расчетный счет и отправить смс на короткий номер 7522-56 через пробел указать сумму, которую вы отправите. Не забывайте ответить подтверждающий платеж в ответном смс.